Тимиртау уже третий год обещают подключить частные дома к центральному газоснабжению, но обещания так и остались на словах. Возмущенные жители обратились в нашу рубрику «Народные новости». Говорят, что взяли в кредит котлы, наняли сварщиков, чтобы протянуть к домам трубы, но голубое топливо к ним так и не поступает. В чем причина, разбиралась Юлия Волкова. Ждем, ждем этот газ как манну небесную. Со здоровьем проблемы таскать тяжелые ведра, это тоже не очень-то легко. Валентине Алексеевне 72, живет она одна. Когда пенсионерка узнала, что в 2022 году в их район собираются провести центральный газ, это был настоящий праздник. Надеялись, конечно, конечно, от счастья прыгали. Люди говорят, что массово закупили газовые котлы и провели от газовой колонки до дома трубы еще в 2022. Но в итоге уже три зимы продолжают топить дома углем и дровами. Мы же еще же затрачиваем за этот уголь. Конечно, обидно нам. На уголе дрова уходит 200-300 тысяч в сезон, при том, что каждый дом потратил на покупку котла и его установку по 800-900 тысяч тенге. Единственное, что осталось, только присоединить его к общей трассе вот здесь, и все, и можно будет пользоваться. Мне жевать уже нечем. Так я вместо того, чтобы лечить зубы, я котел купил. А теперь я выплачиваю кредит. Виктор Васильевич возмущен не только суммой, но и тем, что гарантийный срок оборудования почти подошел к концу, а газа так и нет. Мы все переживаем, что наше оборудование, оно выйдет из строя и придет негодность. И потом мы чем делать будем с ним? И денег нет, и оборудования не будет. Там оборудование рассчитано, по-моему, на пять лет от котлы. Потом или менять надо, или что-то надо сделать с ним. Три года прошло. Еще пару лет и все. И то неизвестно, когда нам дадут газ. Во всем виноваты нескончаемые суды. Компания не успела достроить сети вовремя. Отдел ЖКХ подал в суд. Потом пришел встречный иск. По проекту много было вопросов у авторского и технодзора. И теперь сети на баланс города можно принять только после суда. Надеемся, что уже судебное решение выйдет. И мы дальше начнем быстро же введение эксплуатации после вступления в законную силу решения суда. И же параллельно будем подавать технические условия для подключения жителей. Глава отдела ЖКХ говорит, что его ситуация нервирует не меньше, чем горожан. Пусковой комплекс охватывает 909 домов. И потребители постоянно жалуются. Если решение суда 20-го выйдет, то до конца ноября будем отрабатывать. И уже в декабре, начале декабря, думаю, можно подключать жителей. Если суд разрешение на ввод в эксплуатацию не даст, то придется ждать апелляцию. И голубое топливо поступит к людям уже в 2025-м. Хочется верить, конечно, хочется верить. Мужчины настроены менее оптимистично и собираются подать коллективный иск, если этой зимой газовые котлы не заработают.